Всем доброе утро! С вами Владимир Левченко и передача «Рынки. Зачем следить?». Сегодня наблюдаем за самыми важными событиями, которые произойдут или могут произойти на глобальном финансовом рынке. И рассуждаем на тему того, как это все можно использовать и о чем это, конечно же, нам говорит. Понятно, что для российской экономики, для российского финансового рынка нефть по-прежнему остается одним из важнейших факторов. И динамика цен на нефть, безусловно, определяет очень многое. Сегодня у нас будет начало заседания ОПЕК+. Будут решать, что же делать с объемами добычи нефти. Уверенность в том, что мировая экономика вот-вот начнет восстанавливаться. В этой уверенности мы с вами живем уже почти год восстановления, собственно говоря. Если и можно найти, то в каких-то отдельных точечных местах. Об этом даже накануне заявил Федеральный резервный банк «Атланты». Он выдает свои прогнозы по будущему динамике американской экономики. Подняли прогноз по росту экономики в первом квартале аж до 10%. Но если посмотреть в целом, то, конечно, все это восстановление исключительно в головах. Ну и, правда, в рыночных котировках и в котировках нефти, безусловно. Мы видим, что сейчас Brent торгуется около отметки в 63 доллара за бочку. Со всех сторон раздаются речи о том, что вот-вот сейчас восстановление будет все больше и больше. И говорят о том, что запасы нефти постепенно тают, что мы наблюдаем некий дефицит нефти на мировом рынке. И, мол, ОПЕК нужно срочно что-то делать. Но пока, опять же, говорить об этом достаточно сложно. Давайте посмотрим, подумаем, что может делать ОПЕК. Плюс для этого нужно разобраться, конечно, в динамике потребления нефти в мире в целом. Мы видели, что на фоне карантинных мероприятий прошлого года объем потребления резко рухнул на 20 миллионов бочек в сутки или примерно на 20% того, что потребляли до этого. Восстановление шло буквально до конца прошлого года. Ну и вот в январе месяце почти 3 миллиона бочек было потеряно. С одной стороны, январь является традиционным месяцем, если, опять же, мы с вами просто проанализируем динамику, когда потребление нефти действительно сокращается. С другой стороны, опять же, вот то, что мы наблюдаем, это может свидетельствовать более серьезных сигналов для рынка нефти. Тем более, что вот подобные цены на нефть, которые мы с вами уже видим, они приводят к тому, что переложить на конечного потребителя и текущие цены становятся все сложнее. Но с нефтью эластичность спроса, она такая, в общем, достаточно отложенная. При росте цен на нефть и нефтепродукты мы достаточно длительное время не наблюдаем падения потребления нефти, ну а потом в какой-то момент падение начинается достаточно резко. Ну и, конечно, опять же, если мы посмотрим на динамику потребления нефти, например, там в 17-м, 18-м, 19-м годах, то мы увидим, что рост какой-то, в общем-то, есть, но этот рост, он такой, в общем, достаточно символический. Соответственно, говорить о восстановлении потребления нефти до прежних вершин, ну, на мой взгляд, является исключительно такими умозрительными факторами и ни о каком, по сути, восстановлении, на самом деле, говорить нельзя, уж, по крайней мере, по нефти. Ну и китайцы уже заявили о том, что, с одной стороны, мы наблюдаем рекордные рыночные пузыри в мире, и, с другой стороны, у них под завязку забиты все запасы. Ну и по динамике цен на другие сырьевые товары, мы видим, что мировая промышленность уже не переваривает их, и сначала в минус, причем очень жесткий, опустилась китайская сталелитейная промышленность, потому что цены на сталь не растут из-за проблемы со спросом, вслед за ценами на железную руду, которые выросли из-за ожиданий роста этого самого спроса, которого мы, в общем, так и не видим. Сколько в таком режиме протянет мировая экономика и мировые финансовые рынки, мы с вами не знаем. Что еще интересного происходит на глобальных финансовых рынках? Если посмотреть за нашим отечественным рынком, то у нас сегодня будет отчитываться компания, которая присутствует в секторе добычи драгоценных металлов. Это Полиметалл. Они опубликуют предварительные финансовые результаты по итогам прошлого года и, соответственно, четвертого квартала. Посмотрим, что здесь будет. В целом, эксперты расходятся во мнении, насколько интересен Полиметалл. С одной стороны, соотношение цена-прибыль по этой компании является ниже, чем у конкурентов, но, с другой стороны, соотношение как раз-таки и беды к выручке напротив повыше. Так что здесь такой есть некий баланс. Ну и, как мы видим, в целом, динамика акций Полиметалла, она даже вот за последние полгода больше похожа на динамику цен на золото, чем на что-то еще. Если посмотреть на, опять же, серебро, то серебро – это такое, тоже достаточно важное в выручке Полиметалла субстанция. И мы видим, что здесь серебро, в общем, какой-то такой боковой тренд скорее демонстрирует. Но серебро – это для мировых рынков нечто среднее между золотом и медью. Соответственно, если цены на золото продолжают снижаться и находятся на минимальных отметках с лета прошлого года, то цены на медь напротив выросли, причем выросли более чем значительно. Поэтому, если мы дальше с вами будем наблюдать какую-то серьезную растущую динамику в драгоценных металлах, то тогда мы будем с вами наблюдать и положительную динамику в акциях Полиметалла. Как я говорил, что повторение практически повторяет график Полиметалла цены на золото. Ну, а цены на золото, они зависят от динамики реальных процентных ставок в Соединенных Штатах, которые продолжают расти и дальше. И до тех пор, пока мы видим, что реальные процентные ставки, то есть номинальные за вычетом инфляции двигаются наверх, золото должно будет оставаться под давлением. Ну, по крайней мере, так было практически всю историю, которую мы с вами знаем. Ну, и обсудим общую ситуацию, в том числе и на рынке драгоценных металлов. С нашим экспертом у нас на связи руководитель аналитического отдела ITI Capital Искандер Луцко. Искандер, доброе утро. Здравствуйте. А вот ваши прогнозы по динамике цен на драгоценные металлы, особенно в свете того, что сейчас происходит с уровнем процентных ставок, с их динамикой в мире, получается, что драгоценные металлы являются сейчас, ну, и динамика их цен такой лакмусовой бумажкой, в общем, вообще и для состояния всей глобальной экономики, и для состояния финансового рынка. Да, я думаю, что золото в этом году потеряет свой блеск, в отличие от 20-го, потому что все идет против этого. Да, мы, наверное, вначале сказали, что сейчас начнет, практически сейчас только начался активный рост российских облигаций, потихонечку будет восстанавливаться инфляция по всему миру, безусловно, в основном, основной рост придется в Америке. Но это все будет достаточно постепенно, поэтому ожидать риска падения золота не стоит, да, потому что, как сказал глава ФРС Павел, инфляционные риски есть, но они больше завышены, и дальнейший рост будет постепенно. Искандер, вот у нас сегодня, если посмотреть на тот же самый американский фондовый рынок, сегодня есть несколько компаний, которые последний день торгуются с дивидендами, то есть если инвесторы у нас сегодня купят акции, например, Банков Америка, BlackRock или производителей напитков PepsiCo, то они успеют еще залезть в этот самый последний паровоз, да, и получить дивиденды. Насколько действительно интересно сейчас заниматься подобными инвестициями? Сейчас, да, действительно, это немножко спорный вопрос, потому что, как и любой активный инвестор, вы должны понимать, что вы можете зарабатывать по 10-15% буквально в течение месяца, чисто на тактических идеях, как нефтегазовая компания, авиаперевозчики, авиатранспорт. Поэтому это уже больше история для рынка, который достиг своего максимума, я не имею в виду, понятно, что он сейчас обновляет качественный максимум, я имею в виду конкретно для компаний, как раз именно банковского сектора, авиаперевозчиков, транспорт, нефтегазов, которые еще в стадии восстановления, и когда это достигнет, хотя бы до ковидных уровней, эта история будет актуальной. Сейчас больше стоит зарабатывать на экономических идеях именно на истории восстановления. Поэтому дивиденды это больше будет. Да, Искандер, если это восстановление, конечно, случится, пока нам уже почти год рассказывают, а его так и нет. Искандер Луцкор, руководитель аналитического отдела ITI на капитал, был у нас на связи. А с вами был Владимир Левченко и программа «Рынки. Зачем следить?» сегодня. Субтитры подогнал «Симон»